Так, мы говорили с вами о том, две, три лекции о том, мы с вами говорили, что человеку не хватает силы в жизни. Есть две энергии, которые нам нужны в жизни. Есть энергия любви, есть энергия силы. Энергия силы нужна раньше, чем энергия любви. Любви без силы не бывает. Слабый человек не может ни любить, ни быть любимым. Нет отношений, потому что нет силы. Сила исходит от правильного отношения к себе. Нужно делать добрые дела, и надо иметь знание, как все происходит, протекает. Мы с вами знаем про качели уже, мы с вами знаем о том, что есть нити, соединяющие нас с людьми, что есть три этапа победы над судьбой. Сначала в сердце легче, потом в отношениях легче, потом у него все меняется. Ну, то есть мы знаем, что когда человек слушает и повторяет что-то с верой, то в это время он точно так же, как идет куда-то. Но он идет не за хлебом в это время, а к победе. Поэтому люди живут в звуке. Те, которые знают, как правильно жить, они живут в звуке. Допустим, вы чувствуете, что не выйдете замуж, допустим. Кто чувствует, что не выйдет замуж? Это просто объем работы. Просто объем работы. Что вам мешает выйти замуж, симпатичная, хорошенькая девушка? Что мешает? Ваше чувство правильное. Это чувство означает пару месяцев молитвы просто и все. Это объем работы. Кухня грязная, помыли и все. И не чувствую, что не выйду замуж. Все. Просто объем работы. Но так как люди не понимают, как работать, у них нет знаний, чем работать. Лопатой здесь не поможешь копать. Чем работать? Трудиться надо звуком своим. То есть слушаешь тех, кто молится, и вместе с ними, думая о них, повторяешь молитву. Потом вспоминаешь опять, выйду замуж или нет. Уже полегче стало вспоминать. Почему? Потому что меньше работы уже осталось. Часть работы проделала. И так дальше. Надо жить, учиться в звуке. Когда человек живет в звуке, соединяя себя со святостью, то он сжигает плохую судьбу. Я вам сейчас рассказываю не то, что просто какую-то теорию. Я тысячи раз это делал. И тысячи раз видел один и тот же результат. Один и тот же результат. Все. Я же вам говорил, как бы нам добрые люди зал отменили по своим пониманиям вещей. У них своя, как бы свое понимание. Вот. Организаторы в шоке. Я помолился просто. Говорю, все будет хорошо, ищите зал, точно найдете. Сразу нашли зал другой. Все. Здесь тоже какие-то трудности были. Все решилось. Все хорошо. Трудности не означает, что ничего не будет. Правда ведь? Трудности означает, что надо потрудиться. Звуком. Звуком потрудиться. Ни ногами, ни руками. Не могу на полотлайте отношения с мамой. Что-то мешает. Тяжело с мамой в отношениях. Замечательно. Тяжело с мамой в отношениях. Значит, надо помолиться, чтобы было легче. Мне одна родственница позвонила и говорит, тяжело отношение с близким человеком. Я говорю, значит, надо помолиться, будет легче. Она говорит, я обижена на него. Обижена означает, нет сил. У тебя не хватает сил. У тебя навалилась судьба. Думай о Боге. Молись, силы появятся, обида пройдет. Все. Такая система. Итак, первое, что человеку нужно для того, чтобы развиваться во всех отношениях, и в делах, и в семье. Ему нужно понимание. Сначала человек должен понять, что происходит. Нужно слушать лекции, образовываться, пытаться разобраться, что происходит. Нужно понимание. Если говорить о деятельности, то мы читали для бизнесменов, самый первый семинар был. Там говорится, что каждый человек в отношениях с деятельностью имеет четыре стадии развития. Первая стадия, это опять же развитие разума означает, силы разума. Первая стадия, я хочу наслаждаться трудом. Я хочу работать так, чтобы мне классно было, приятно. А нужно это кому-то, не нужно, не важно. Это означает хобби. На стадии хобби человек не может зарабатывать деньги. Поэтому он и ищет, ищет себе работу, не может найти. Почему? Потому что нигде нет такого сочетания, чтобы мне было хорошо, и при этом всех это устраивало. Мне хорошо означает, что я буду все делать по-своему. Мне говорят, нет, вот так делай. Я говорю, нет, я буду делать так, как я хочу, потому что мне иначе нехорошо, зачем я устроился тогда. Ну, уходи. Уходит следующий. И так бесконечно. Никогда не найдет. Потому что он на стадии хобби находится. Он хочет наслаждаться работой. Он не хочет работать, не хочет отдавать свою энергию другим, хочет пользоваться ей сам. Вторая стадия называется способности. Человек наконец-то понял, что надо что-то кому-то отдавать. А чтобы тебе платили за это деньги, нужно, чтобы была польза. Большая польза от того, что ты делаешь. И думаешь, а где я могу быть полезен? И чувствуешь, вот здесь я могу быть полезен. У меня есть способности. В этом вопросе, допустим. Чтоб нам видно было лучше друг друга. Способности – это вторая стадия развития человека. Он думает, о, хорошо, отлично. У меня уже есть возможность где-то зарабатывать деньги. Деньги нужны человеку, чтобы жить. Без них жить невозможно. Но это не главная ценность. Люди так и зацикливаются на этом. Потом думают, что деньги – самое главное. И ради денег всю жизнь проживают. Потом чувствуют, что зря жизнь прошла. То есть способности означает, что человек уже настолько раскрыт, что он понимает, где он будет эффективен. И он работает где-то, трудится где-то. Но деньги получает более-менее нормальные. Сильно большие по способности не получишь. Более-менее нормальные деньги получает, но жизнь ему не нравится. Потому что он устает, ему плохо. Он не чувствует, что в этом есть какой-то смысл. Потому что ради денег жить счастья никакого нет. Дальше, если человеку повезет, если он сам захочет. Потому что большинство людей не хотят. Если человек начинает работать над собой, только после этого он открывает в себе одну интересную вещь. Я хочу работать так, чтобы была какая-то цель у меня в жизни. Какая-то миссия у меня должна быть. Что-то я должен делать такое, чтобы сердце радовалось от этой деятельности. И может быть это та же самая и работа будет по способностям. И предназначения с способностями могут совпадать. Но человек уже по-другому настроен. Ему работа нужна не для того, чтобы просто деньги зарабатывать. А он что-то выше в своей деятельности нашел. Имейте в виду, что здесь всегда деньги и предназначения конкурируют между собой. Если деньги на первом месте, предназначение уходит ниже. И ты его не чувствуешь, что ты ради чего-то высокого живешь. А если ты смог ради предназначения жить, деньги тоже при этом никуда не деваются. Но приоритеты поменялись. Может быть денежек у тебя поменьше в этом случае будет. Может ты куда-то жертвовать их начнешь. Но зато человек начинает очень сильно развиваться. Когда человек миссию находит в своей жизни, его становится больше этого человека. То есть он деньги отдал, думает денег нет. А на самом деле он становится больше. И поэтому возможности у него тоже растут. Приведу пример. Человек взял, допустим, помог какому-то детскому дому. Он бизнесмен, у него есть свой бизнес. Об этом узнал какой-то, допустим, хороший человек из администрации. И он думает, кто такой помог вообще? Вот взял просто деньги, дал детскому дому. Он думает, ну-ка дай-ка я с ним познакомлюсь. Он знакомится с этим человеком, а тот говорит, а я всегда буду давать деньги детям. Он говорит, а что у тебя за бизнес? А у меня такой-то бизнес. Ну-ка давай я тебе помогу с этим бизнесом тоже. Мне не сложно, я же в власти стою. Это называется благочестие человека. То есть что это значит благочестие? Значит о нем узнают люди, об этом человеке. Все хотят ему помочь. Это дает возможности человеку. Добрые дела, когда он делает, ему начинают все помогать. Не надо, правда, этим гордиться сильно. Иногда человек с властями связанно становится, у него слюна начинает течь. Он забывает, почему Бог ему такие отношения дал, чтобы тот ради миссии жить жил. А иногда люди ломаются, чувствуют, что связи появились с властями, начинают пытаться с властями какой-то новый бизнес открывать, чтобы денежек больше было. И теряют себя. Это иногда человек теряет себя, когда у него появляются новые возможности в жизни, не сдают экзамен. Всегда оставайся внутри себя честен перед своей судьбой. Деньги не главная, главная миссия. Делай, выполняй свой долг перед Богом. Что тебе Бог сделал, долг какой у тебя, то ты выполняй. А все остальное Бог тебе будет давать сам. Не надо сильно об этом думать. Это не важно, не так важно. Конечно, деньги дают возможности, но опять же, нужны ли это лишние, эти возможности? Это еще не факт. Иногда Бог человеку столько возможностей дает, что эти возможности его могут разрушить просто. Поэтому и не надо слишком много на себя возможностей взять. Люди иногда взлетают как бы, а потом не могут, там ничего, у них не хватает благочестия, чтобы удержаться, и больно падать приходится потом сверху. Сейчас много таких случаев. Человек получил огромную власть, а там же ты как бы сам себе хозяин, начал взятки брать, какое-то время Бог позволял. Потом раз, кончилось благочестие. Когда человек берет взятки, у него он тратит свое благочестие, свою чистоту, грязнее, грязнее становится такой человек. Кончилось благочестие, дальше что? Тюрьма, все человек теряет. Не то, что он как бы чуть-чуть ниже статуса, он на самое дно уходит. Представляете? То есть взлетел, у тебя все было, как бы, как этот анекдот про Джина, да? Джин как бы нашел кувшин на берегу, потер, Джин выходит, говорит, слушай, повинуйся, что тебе надо? Ну, то есть Джин думал, он какую-то миссию сейчас хочет просить там, а он говорит, я хочу, я хочу, чтобы у меня все было, все было, у тебя все было. Все, у тебя все было. То есть не надо, когда человек делает добрые дела, не надо сильно, чтобы слюна вытекала от того, что ты получил какие-то возможности. В Екатеринбурге есть клуб «Благость». Следующая встреча в это воскресенье в 11.00, 30 апреля. Что это за клуб? У нас есть же на сайте, да, информация вся, адрес там, на сайт можно зайти, там, клуб «Благость». Это, понимаете, когда люди хотят вот обсуждать мои лекции, хотят научиться любить межконфессионально друг друга. То есть цель клуба «Благость» это чтобы люди разных традиций духовных дружили, учились дружить. У меня такая цель была. И чтобы они всегда оставались в своей вере при этом. Дружили, оставались в своей вере. Слушали мои лекции, развивались и делали добрые дела. Чем занимается клуб «Благость»? Пошли детей накормили, пошли, убрали территорию в Екатеринбурге, пошли, еще что-нибудь хорошее сделали. Все вместе собрались. Что вы последнее сделали хорошее? Парки прибирались вот они. Апельсинами заваливают тоже как бы. Клуб «Благость» что-то принес, апельсины же, да? Часть. Тоже это, видите, они как бы активисты. Раньше комсомольцы были, сейчас с клуб «Благость». Вот. Ну то есть, поэтому деятельность по своей природе, люди говорят, хочу работать так, чтобы мне было хорошо жить, приятно. Это значит, что деньги надо поставить на второе место и развиваться как личность. И тогда какую-то миссию Бог, не то, что сам человек уже понимает, Бог дает человеку миссию в жизни. Но говорит, вот это делай для меня. Работай так, чтобы тебе еще пользу людям приносить, а не просто зарабатывать себе на хлеб. Понимаете, да? Ну то есть, сначала человек работает по способностям какое-то время и при этом делает свое предназначение, которое не дает ему много денег, а потом предназначение его становится основной деятельностью, и он уже там тоже имеет достаточно денег. Понимаете? Но эти деньги само собой приходят, он не сильно о них думает. Предназначение выше денег стоит. Невозможно думать о деньгах и при этом быть счастливым в деятельности. как черепаха тортила сказала Дуримару в фильм «Золотой ключик». Она говорит, тебе что надо-то, скажи мне, счастье или деньги? Она ему сказала, что надо, счастье или деньги? И он ей отвечает, говорит, а сколько в этом ключике веса-то, сколько там золота? Не понял вопроса. Деньги надо, а не счастье. Ну, значит, тогда будет несчастным. И у человека есть еще высшее предозначение. То есть действовать по своей природе это не высшее предозначение. Это все равно работа. Это труд какой-то. Но когда человек начинает молитву, начинает в храме помогать, начинает ну как-то искать себе наставника, читать священные писания, тогда у него сердце начинает петь радостью в сердце, все радость наступает. И он думает, наверное, это я этим и должен заниматься. Он думает, надо бросить работу, бросить как бы все, что мне мешает. И только вот радоваться молитве. Столько счастья получает от молитвы. Думает, да ничего мне больше не надо, буду только балдеть. Это называется духовные балдежники. Ну, то есть это неправильное мышление. Когда человек начинает заниматься духовной практикой, не надо погружаться в духовную практику настолько, чтобы бросать работу, свою деятельность. Потому что в этом случае ты деградируешь, а не прогрессируешь. Ты теряешь себя. Человек должен выполнять свой долг, несмотря на то, что он хочет жить для Бога. У Бога тоже есть по отношению к нам какие-то планы. Он говорит, для меня делай вот это, Бог говорит. А я говорю, да нет, я хочу для тебя только наслаждаться. Нет, мне не нужно твое наслаждение, работай для меня, делай что-то для меня полезное. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok